Здорово всем ребят, сегодня играю на проекте Smart Arachs Наши ссылочки находятся в описании Также в описании находится мой промокод, которому даст 50 тысяч игровой валюты на старте И сегодня будет видос полезный для новичков Так как я вам дам, не знаю, как это назвать Наверное пару советов дам Ну как пару, 20 советов дам Что надо делать на Смотре, что не надо делать Надеюсь они вам помогут на старте игры И помогут вообще в игре Если вы вдруг смотрите этот видос До того, как зарегистрироваться на Смотре То обязательно при регистрации Вводите промокод Ну конечно же промокод Keg Как бы он вам облегчит старт 50 тысячами И вы можете сразу пойти в автошколу сдать на права А еще главное, это прочитайте правила сервера Потому что уже был один пример Сам лично видел, как чувак Только зашел на сервер со своим другом По незнанию правила скорбил родителей И в итоге отлетел за тюрьмой И перестал играть на сервере Поэтому как бы Прочитайте лучше правила Не обязательно все прочитайте правила для обычных игроков Ну хотя бы так, мельком глаза Чтобы запомнить, что можно, что не надо делать Когда будете сдавать на права То заскрините меню помощи Если что, оно открывается на F10 И там переходите во вкладку лицензии И читайте ответы вам Можете это заскринить Можете это сфоткать на телефон Или это можете просто открывать Когда будете заполнять бланк Но только после того, как вы будете закрывать Это меню помощи То вызывайте чат, чтобы ответить в этом бланке Потому что там после того, как вы закрываете это меню Пропадает курсор После сдачи прав Если вы все-таки выбрали вариант То, что вы пойдете и работаете в такси То вы просто через телефон умираете И появляетесь на больнице И потом просто или едете на мопеде до таксопарка Или просите пчелика подвезти Потому что так вам намного быстрее будет Чем просто вы будете от спауна ехать до таксопарка Если вы утопили такси или другой рабочий транспорт То вы можете так же сделать В принципе умереть И доехать до нужной вам базы Самое важное Это не берите рандомные заказы Берите всегда самый дорогой Потому что у меня друг начинал играть на Смаре И он брал рандомные заказы Они самые дорогие В итоге он там за час заработал 100 тысяч по-моему Поэтому как бы всегда следите за теми заказами Которые вы берете Если вы вдруг купили Жигули Или еще думаете покупать Жигули То лучше не покупать Жигули Оставьте ей деньги на Е34 А если вы уже купили Жигули То не фтшьте ее Лучше оставьте эти деньги на BMW Е34 Потому что это самая балансная тачка За свои 340к Потому что она быстрее даже Ниссан Скайлайна за полтора ляма Как бы банально не звучало Но лучше не получать штрафы У штрафов если что максимальная скорость Это 190 км в час После 190 вы будете получать штрафы Поэтому лучше не получать Иначе если вы наберете круглую сумму Довольно хорошую То у вас будут потом проблемы на сервере Вы не сможете обмениваться с другими игроками И вы по-моему не можете купить дом И тачку И продать так же Еще одно главное правило На тех серверах где есть казино Это не играйте в казино То есть несмотря только пока рулетка И автоматы Но все равно лучше не играйте Потому что это рандом Еще одну ошибку совершают новички Так это они покупают чипы у чуваков Которые как бы Ну умеют делать чипы Лучше попросите какого-нибудь другого чувака Вам поставить чип бесплатно Или просто посмотрите на ютубе Как делать правильные чипы А да еще кстати забыл сказать Так же лучше не покупать одежду В первое время Лучше купите себе BMW E34 И зафтешьте ее А можете вообще сделать проще Купить бушную фтешную E34 Так будет более выгоднее И потом уже можете себе покупать одежду И всякую другую хрень Если вы вдруг не сдали на права Но оказались в центре Лос-Антоса А у меня такое было То что я чувака подвозил с казино До автошколы То вы просто перезайдите через меню F1 И появитесь на спауне Лучше не оставляйте свою тачку открытой Или вообще не оставляйте ее заспавненной Потому что на сервере И есть челики Которые специально берут ваши тачки И сбрасывают там чипы Всегда сохраняйте свои самые нормальные чипы Под видом сохранять Я имею ввиду то что Не просто сохраняйте через меню чиповки А или скриншотите И отправляйте себе в ВК диалог Или куда-нибудь еще Потому что после каждого обновления Почему-то чипы сбрасываются Но в принципе могу сделать предположение А именно то что разрабы обновляют Файл хендлинга И все чипы у всех сбрасываются Поэтому Но это всего лишь предположение Если вы будете ехать в мопеде на гетто То лучше проезжайте как можно скорее И проезжайте в тех местах Где вы не будете более открытыми Или вообще не заезжайте в гетто Потому что в гетто обитают такие люди Перед тем как покупать какую-либо тачку Обязательно посмотрите ее Максимальную скорость Это делается в группе ВК фотоальбомов Или в автосалоне Или просто посмотрите на ютубе обзор на эту тачку Потому что как бы по прошлому видосу Можно было узнать то что оказывается Самая дорогая тачка на сервере Это не самая быстрая тачка на сервере Если вы вдруг застраиваете где-нибудь на дальнобое В горе Не можете заехать в эту горку То просто чуть-чуть съедьте вниз Наберите скорость И круиз контроль нажмите У вас грузовик как из пистолета пуля Выстрелит и поедет в горку И кстати будьте внимательны Потому что бывают моменты То что круиз сбрасывается Там не знаю Наедите на какую-то кочку И все Желательно всегда катайтесь в пассивном режиме Потому что у меня были у самого такие случаи Когда я отходил от комба И я был не в пассивке Прихожу и меня уже убил какой-то черт Много таких есть людей Неадекватных Поэтому как бы вот Катайтесь всегда в пассивке лучше Лучше не убивать людей Не в дм зонах То есть гетто Потому что Есть шанс То что вас могут отправить В тюрьму за это Да Есть по моему правило То что нельзя убивать Не в дм зонах Не знаю насчет лута Потому что на луте Кто-то кого-то убивает Но я не знаю Сажают ли за это или нет Но лучше не испытывать судьбу Двадцатый совет Это для начинающих дрифтеров Не катайтесь первые три дня На быстрых чипах Лучше покатайтесь на медленном Вы быстрее так привыкнете К этой физике Вам будет легче к ней привыкнуть Вы сможете адаптироваться под эту физику И потом уже можете Ставить себе быстрые чипы Потому что Много людей в порту Ставят себе быстрые чипы Их выпрямляют Их разворачивают Они врезаются Вечно на что-то Короче катайтесь Лучше на медленном Первые три дня Ну вот вроде бы и все Надеюсь вам это поможет Я в принципе сказал Ошибки Некоторых Новичков На сервере Поэтому все Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите комменты Жмите колокольчик Ждите новые видосы Всем удачи И до встречи Субтитры сделал DimaTorzok